Донбасс Собирается восстанавливать контроль над Донбассом И судя по всему Киев запланировал широкомасштабное наступление с двух направлений А я сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям 4 позиции я сейчас покажу, карту привез Они бы атаковали наши войска Беларусь и России, которые были на мучении По полученным данным украинские военные планируют взять народные республики в клещи Силы Киев скопил в Донбассе колоссальные 10 общевойсковых бригад Д-4 дата начала и дата завершения всего воплощения их замка За 4 дня они Они планируют все закончить именно за 4 дня По данным разведки ДНР украинская армия готова и к проведению акций устрашения мирных жителей Представляете, кошмар Мы можем либо вот так же продолжать там за соли солидар биться и класть там народу Вот так вот Тоже кладем Кладем Надо отдать должное Немало Потери немаленькие Немаленькие Разве можно взять и забыть сразу о 500 тысячах человек Сделать полмиллиона россиян невидимками? Родина гордится вами Родина благодарит вас Глупые вопросы, когда каждый день тысячи отправленных на бойню солдат исчезают в небытие Терри, как на серьезной большой войне, Афганистан уже давно отдыхает Как по... по крайней мере по темпам несения потерь Уже давно отдыхает С самого начала Нечто похожее наблюдалось на излете существования СССР Супердержава окунулась в пучину бессмысленной афганской войны Знаешь же, что сейчас в Афгане? Шурави до сих пор не понимают, за что они там воевали Только в наши захолустья 26 гробов пришло Российские власти, питающие показную безграничную любовь к военной истории Впадают в амнезию 15 февраля В день, когда вспоминают воинов-интернационалистов Тех самых рядовых исполнителей большой геополитической битвы Москвы В практически средневековой горной республике Которая так и не покорилась Афганцы не стали героями Вокруг них не раздули величественной эпической саги К ним равнодушна широкая аудитория Полмиллиона невидимок доживают свои дни в нищете Ведь уход Советов из Афганистана был позорным А война охарактеризована как бессмысленная Многие все-таки существуют на какой-то своей волне И когда началась спецоперация, они ничего не поняли В грустной балладе группы «Каскад» поется По ступеням обугленным на землю сходим Под прицельные залпы наветов и лжи Сегодня даже нет смысла с этим спорить Поскольку история России – беспрерывное блуждание по кругу То современных бойцов СВО едва ли ожидает лучшая участь Теперь и здесь нас люто ненавидят За наши зверства вот и рубинян Тем более сейчас начало понемногу доходить О цене каждого захваченного метра чужой земли Но в окаменелых сердцах кремлевской номенклатуры Ничего не дрогнуло Воспроизводится казенный рефрен Солдат войны не выбирает Хочу сказать, что специальная военная операция Идет в строгом соответствии с графиком По плану Чтобы отвлечь внимание от проигранных войн Реализуются многочисленные подрывные акции Появилась важная информация о подготовке российскими спецслужбами операции Для продвижения нарратива об отсутствии единства Среди враждебных стран Запада Без всякой санкции Совета безопасности ООН Несколько недель непрерывных бомбежек По мирным городам По жизнеобеспечивающей инфраструктуре Приходится напоминать эти факты На повестке дня Вопросы прекращения боевых действий И начала прямых переговоров с РФ Без предварительных условий Сворачивание санкционной политики против страны-агрессора А также блокирование оказания военной помощи Украине Как и во времена Холодной войны Все будет сдобрено лозунгами про опасность НАТО для человечества В фокусе волны подрывной активности Германия, Великобритания, Португалия Для Шумихи задействованы весьма давние закладки российских спецслужб К примеру, в Португалии финансы влиты в движение за мир Во главе с коммунисткой Марией Ильдадакостой Пигирейду Еще во времена СССР входившей в ЦК Компартии Португалии Потому что мы же понимаем, что речь не об Украине Мы уже воюем с НАТО В том числе и физически солдатами НАТО Пока российские воины-афганцы забыты ГРУ достало из загашника своих восточных связных Для организации резонансного перформанса Прямо на сессии Европарламента в Страсбурге В зрительской галерее над залом пленарного заседания Группа курдских активистов устроила балаган с агрессивными криками Потасовками и разбрасыванием листовок Чтобы усмирить их, пришлось прервать заседание Вывести депутатов, вызвать полицию Курды требовали освобождения Абдулы Аджалана Из турецкой тюрьмы и выкрикивали лозунг «Свободу выжившим!» Курдская провокация в Страсбурге имеет явные российские корни Во времена СССР на Кавказе, в приграничье с Турцией ГРУ проводила масштабную работу по подготовке боевиков Для заброски на территорию страны НАТО С целью раздувания восстания во главе с курдской рабочей партией Ее лидера Аджалана под эгидой ФСБ Даже хотели в 90-х годах спрятать на даче в Одинцово Но та непростая операция оказалась полностью провальной Как показывает эпизод в Европарламенте Провокации с курдским участием все еще в ходу у ГРУ Немецкое радио проводит опрос своих слушателей 94% радиослушателей против поставки танков на Украину 94% это тот случай, когда мы можем смело сказать все Это значит, что руководство немецкого народа такое Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты И не надо ли нам немецкий народ от этих фашистов освободить? Конечно, Володь, именно так А что мы еще должны обо всем этом думать? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»